Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Дежурный по району проверил качество работы коммунальщиков. У дворника вот территория, вот и туда. Гуманитарная помощь врачам от Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Не первый раз оказывают различную помощь организации в том или ином виде. В том числе и сейчас представили данный медикамент. Ветераны МВД отметили 30-летие создания своей общественной организации. Здесь присутствуют коллеги, которые в моей судьбе становления, начиная с 6-го, сыграли, наверное, в моей служебной деятельности немалую роль. От жителей округа поступают обращения о том, что не убирают мусор во дворах и жалобы, что дворники работают недобросовестно. Сегодня в рубрике дежурный по району наш корреспондент Юлия Погасьян проверила, насколько качественно коммунальщики очищают территорию муниципалитета. Сегодня в рубрике дежурный по району мы вышли с целью посмотреть, насколько качественно и добросовестно убирают территорию Ленинского городского округа. В этой работе задействована много человек. Один из дворов на Петровском проезде. Местные жители с теплотой отзываются о своем дворнике, по их мнению, трудолюбивом человеке. А вот на дурсервис жалуются. У дворника вот территория вот и туда. Вот это уже участок дворсервиса. Вот видите, какие кучи ветерок. Вот сейчас вот сыро. Ветерок чуть поднимется и все-все-все сюда. Дворника потензии нет. У него он все время приходит, эти убирает, там убирает, здесь выметает. Зимой тоже дорожки чистит все от самокатива. Вот и свою территорию. А вот они вот здесь вот загребли, вот это вот. Все. Пыль потом все в окна летит. С другой стороны уже не дворовая территория, а проезжая часть. Зеленое шоссе. Трасса от Видного до Горок-Ленинских. Ее облюбовали водители грузового транспорта. И кажется, они не заботятся об окружающей среде. Мусор выбрасывают прямо на обочину. Кто ее должен чистить и почему не убирается мусор? Вопрос остается открытым. А это уже новая часть города Видное, шестой микрорайон. Здесь работает частная управляющая компания. Невооруженным глазом виден разбросанный мусор. Последствия ли это сильного ветра, который мог его разбросать или стабильная ситуация. Часто мусор не убирают. Даже вот когда бывают субботники, наберем эти мешки. Я сейчас так, конечно, уже не хожу. Но вот раньше. И стоят, и стоят. Вот, пожалуйста, вам. Вот это да. Это внутри подъезда. Молодцы ребята, женщины, то есть консьержи. Очень хорошо. А так вот гляньте, сами увидите все. В эту субботу у всех жителей Ленинского городского округа есть возможность помочь коммунальщикам очистить территорию и преобразить свои любимые поселения к лету. 24 апреля состоится общий областной субботник. Видно. Центральная площадка, лесопарк за стадионом Металлург. Помимо этого еще шесть территорий. Субботник начнется в 11 утра. С 10 утра начнут раздавать весь необходимый инвентарь. Присоединяйтесь. А по району дежурили Юлия Погосян, Сергей Ларин, Александр Логинов. Видное ТВ. Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» передала Видновской районной клинической больнице гуманитарную помощь. Лекарственный препарат «Флоринфорте». Это пробиотик, который используется как при лечении острых вирусных заболеваний, так и для восстановления флорокишечника после приема антибиотиков. Максим Козлов побеседовал с волонтерами и врачами. Микроавтобус подъезжает к входу в зеленую зону ВРКБ и волонтеры Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» принимаются за работу. Выгружают коробки с лекарством. Для них коридоры лечебных учреждений уже привычная локация. Молодежь из волонтерской роты «Боевого братства» работала в красных зонах больниц, доставляла гуманитарную помощь медикам, продукты и лекарства людям, находящимся на самоизоляции. Огромная работа у нас ведется именно по волонтерскому направлению, когда ребята, кто-то на время пандемии работал именно с людьми больными коронавирусом, разводили продуктовые наборы. Вот и сейчас они привезли лекарства, которые поможет медикам сражаться за жизнь больных ковидом-19. У нас есть подобная группа лекарств, это просто один из аналогов, который нам в виде благотворительности представила организация. Препарат используется в лечении больниц новой коронавирусной инфекцией. Движение, скажем так, уже не первый раз оказывает различную помощь организации в том или ином виде. В том числе и сейчас представили данный медикамент. Действительно, почти ровно год назад, когда борьба с новой коронавирусной инфекцией набирала обороты, представители волонтерской роты боевого братства уже посещали в РКБ и привозили медикам индивидуальные средства защиты – чай, кофе, продуктовые наборы. Все мы прекрасно понимаем, что любая сейчас посильная помощь, она применима и необходима. Поэтому, значит, те же самые маски, значит, это достаточно большой дефицит, который не так легко достать. Поэтому огромное вам спасибо. Коробки с лекарствами выгружены, остается формальность подписать бумаги о приеме медикаментов. Спасибо. Своим примером эти ребята показывают, что в тяжелое время медики и пациенты всегда могут рассчитывать на помощь. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Доблятова. Видное ТВ. Всероссийский профессиональный праздник ветеранов органов внутренних дел отмечается сравнительно недавно. Но каждая юбилейная дата для сотрудников в отставке – это весомый повод для того, чтобы собраться и просто повидать своих старых товарищей. В историко-культурном центре прошел общий сбор блюстителей правопорядка, что находится на заслуженном отдыхе. Подробности у Галины Житковой. В ветеранской организации УМВД по Ленинскому городскому округу состоит 131 человек. Находясь на заслуженном отдыхе, сотрудники все равно остаются в строю. Активные пенсионеры помогают в воспитании, перспективных кадров, являются организаторами спортивных мероприятий памяти погибших товарищей. Главный проект этого года – это «Аллея памяти», которую мы уже в том году начали делать. И в этом году она у нас уже, думаю, будет открытие. И также наша мечта и желание – это написать книгу о истории ВИДНовского ООД, Ленинского ООД и ветеранской организации. К своему профессиональному празднику виновники торжества подготовились основательно. И собственными силами смонтировали краеведческий фильм, в котором рассказывается о том, что первое отделение милиции в ВИДНО появилось в 1949 году. «Акнуши все, вы России, ветераны МВД!» У нас у всех есть действия, и за то, что они могут прогуляться, можно не бояться за них. Это ваша заслуга и ваша работа. По случаю празднования 30-летия ветеранской организации самым активным сотрудникам в отставке были вручены почетные грамоты от главы Ленинского городского округа и Управления внутренних дел. Здесь присутствуют коллеги, которые в моей судьбе становления, начиная с 6-го, сыграли, наверное, в моей служебной деятельности немалую роль. Ветеранская служба уже не так опасна и практически нетрудна, но сотрудники правоохранительных органов так не считают и до сих пор готовы прийти на помощь тем, кому это необходимо, потому как по-другому уже не могут. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В библиотеке поселка Развилка вспоминали Татьяну Мельникову, чье творчество известно далеко за пределами Ленинского городского округа. Почтить память поэтесса собрались гости из Москвы, а также члены различных литературных сообществ. С лирическими произведениями Татьяны Мельниковой знакомы не только дети, но и взрослые. Настоящим вдохновением для написания ее поэтических сборников были город Таруса и поселок Развилка. За творческие достижения и большой вклад в культурную жизнь Ленинского района Татьяна Мельникова была удостоена звания лауреата Московской областной литературной премии имени Зубова. И, конечно, благодаря Татьяне Петровне мы совершенствовались в своем творчестве. И, конечно, сегодня очень приятно, что вот столько гостей, столько людей, которые почитают ее талант и которые уважают ее и как человека. Она прекрасный был человек. Мероприятие оказалось очень трогательным. Гости рассказывали о знакомстве с Татьяной и ее творчеством. Также поэтесса принимала активное участие в литературном объединении «Рифма плюс» в поселке Развилка, за что многие участники ей очень благодарны. Она была духовной руководительностью именно в таком плане. И она как бы нас выстроила на правильную линию. На стремлении к более качественным стихам, более высокому полету мыслей, очень важному отношению к слову. То есть ее ведущая роль исключительно просто в этом деле. Меж корцевой и кошеркой растим твое развитие. Меж юности и древности, возвышенность и древности, развивка судеб и дорог, которыми ведет нас Бог. Сегодня мы с полным правом можем назвать Татьяну Мельникову классиком подмосковной литературы. Ее стихи навсегда останутся в сердцах родных, друзей и многочисленных любителей ее творчества. Уже третий год на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» проходит открытая военно-патриотическая игра «Юнармия вперед». В этом году в ней приняли участие более 700 ребят со всей Московской области. Подробнее в сюжете Александра Столяровой. Третий раз на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» встретились юнормейцы со всех уголков Подмосковья. 102 команды, по 7 человек в каждой. Именно столько ребят приняли участие в военно-патриотической игре «Юнармия вперед». Военная патриотика является основой патриотизма. Все-таки, если мы говорим, звание Героя Российской Федерации присваивается чаще всего военным за какие-то подвиги и так далее. И, наверное, то, чем занимаются именно эти дети, то, чем занимаются в «Юнармии», это, наверное, есть основа того патриотизма, к которому мы должны прививать наши молодежи. Ребятам предстояло пройти 9 различных этапов. Марш-бросок, сборка, разборка автомата, защита от оружия массового поражения. Это название лишь немногих испытаний, приготовленных юнормейцем. «Юнармейские игры – это не только бег, стрельба или метание гранаты, это еще и проверка знаний участников. Здесь, на этом этапе, ребята показывают, насколько хорошо им известны события Великой Отечественной войны. Быть быстрым и точным нужно не только в стрельбе, но и во время прохождения этого этапа. Команда должна ответить правильно на максимально возможное количество вопросов. Юнормейцы из Пушкина подошли к подготовке к этому испытанию с умом. Помогли и новые технологии. Мы сначала пытаемся какие-то ответы найти, что-то поискать, что-то прочитать. Потом сейчас мы используем вообще программу специальную, чтобы мы вместе могли учить. Просто нашли способ, как это учить проще за столько лет. На финишных этапах все баллы суммируются, а напряжение участников доходит до предела. Знание воинских званий – одно из последних испытаний игры. Сюда участники приходят уже порядком измотанные. Этап знаний воинских званий, он очень важный. Конечно, ребята путаются, но большинство, я должен это отметить, большинство очень четко сосредотачивается и называют правильные ответы. Первое место в игре заняла команда «Патриоты Подолья» из Подольска. Ее участник Иван Головин пришел в юнормию четыре года назад. Именно здесь он понял, что во взрослом возрасте свяжет жизнь с военным делом. А подобные игры помогают с пользой провести выходные. Мне нравится здесь. Из-за того, что много народу, все веселятся. То есть, проходя участие в разных конкурсах, это очень интересно. Юнормейцы команды «Витязь» из Чехова в итоговом зачете поделили второе место с командой из Можайска. Все неприятности на этапах юнормейцы преодолели, ведь их командный дух действительно крепок. Бывает автомат не очень хорошо делать там, магазины, но мы со всем справляемся, идем только вперед и к победе. К ней шли и команды из Орехова-Зуева, Электростали и Воскресенска. По итогам соревнований они заняли третье место. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В последнюю субботу апреля вот уже 21 год подряд во многих странах отмечают Всемирный день ветеринарного врача. В нашей стране, правда, больше прижился наш российский праздник, который выпадает на 31 августа. Но что мешает поздравить лекарей и друзей наших меньших дважды? О ветеринарах и их работе наш следующий сюжет. У четырехлетней кошки Йоши подошло время очередной вакцинации. Чтобы защитить питомца от бешенства и вирусных инфекций, видновчанка Маргарита Штыркова привела ее на прием в Ленинскую ветеринарную станцию. Перед прививкой обязательный осмотр и измерение температуры. Какие-нибудь проблемы со здоровьем в последнее время у нее наблюдались? Нет. Нет. Все хорошо. Аппетит сохранен. Да. Активная, веселая. Да. Это первое совместное посещение клиники Маргариты Йоши. Всего год назад девушка забрала кошку из приюта. Говорит, накануне очень нервничала. Но, как оказалось, напрасно. Это очень все просто прошло. Я не ожидала, что будет так просто. Опыт врача очень важен. Как все правильно сделать, чтобы животное нервничало, ему не больно было. Анна Маслова лечит братьев наших меньших уже более 15 лет. Стать ветеринаром мечтала с детства, так как обожает животных. У нее самой дома живут три кота и девять собак. По второму образованию Анна – эксперт-кинолог по охотничьему собаководству. Но большую часть времени посвящает ветеринарии. Каждое животное – это индивидуально. То есть, да, и здесь нужно подход найти и к владельцу, и к животному. Да, порой уже владельцы больше переживают и нервничают на приеме, чем сами животные. В Ленинской ветеринарной станции она работает врачом общей практики уже три года. Также специализируется в области травматологии. Кошке в основном приходит – это мочекаменная болезнь, остропочечная недостаточность. У собак тоже связано с желудочно-кишечным трактом с заболеванием. То есть, в основном, то, что от неправильного, несбалансированного питания. С наступлением весны у ветеринаров работы прибавилось. В день у одного доктора бывает до 30 пациентов. Все спешат перед дачным сезоном провести вакцинацию своим любимцам. К тому же, часто стали обращаться владельцы животных, которых покусал клещ. Лежал очень грустный кушать, отказывался, играть отказывался. Не бойся, не бойся. Пришли, оказалось, пироплазмоз. Первый раз в таком сталкивался? Да, я вообще такого заболевания не знала. Теперь Корге Эдварду предстоит минимум три дня приходить на капельницы. Но главное, что владельцы не стали заниматься самолечением и вовремя показали питомца специалистам. Ленинская ветеринарная станция работает ежедневно с 9 до 21 часа. Будут они работать и в эту субботу в свой профессиональный праздник – Всемирный день ветеринарного врача. С наступающим праздником! Айболиты! Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. На сегодня новостей больше нет. Всего вам доброго и до свидания!